Сегодня у нас 13 мая 2017 года. Вот подъехал брат Игорь с Игнатью Игнатьевичем. Вот мужчина на машине. С серебрихи говорит. Добрый день. Здравствуйте. Кто вы будете? Геннадий Соснов. Откуда? С Германией. А что? Просмотрел ваши ролики. А какие? О, много роликов. Я даже не помню. А как вы узнали, что я здесь? По роликам? По роликам. Но вы могли меня здесь не застать. Я был в Барнауле. Я только третий день здесь. Мне просто интерес взял. Думаю, поеду мимо проезжал. Думаю, посмотрю, как действительно она есть такая. А вы скажите, где вы живете здесь? А, здесь? Да, да. В Барнауле у брата. Кто-то удивительно, как вы сюда-то попали. В Барнауле-то мне не звонили? Что-то странное или чудо. Но у меня здесь не бывало. Я только три дня и завтра уезжаю. Да. Не, не знаю. Как вы попали-то сюда? Мимо Николаевки ехал на Барнауле. Увидел знак Потеряевка. Думаю, я же смотрел по компьютеру. Надо заехать посмотреть. Комары. А что вас заинтересовало? Ну, как живете, как это самое. Жизнь здесь, а. У вас на деле бы еще-то, а то покусают. Да, есть, есть. Давайте. Комары только просыпаются. Ой, да. У вас машина-то Алтайская. У брата, наверное, взяли? Нет, в аренду. Фирма в аренду взял. Вот документы. Это у вас только арендована она? Ага, арендована. А вы как приехали-то? На какое время? На три недели. На три недели. Так, подождите. А я что буду, брат? Я вам писать не буду. Не-не. Он документы показывает. А? Документы показывает. Давайте фотографируем. Попрямее. К этой, вот так. Так. Давайте я здесь сниму. Я вам визиточку дал. Не видно даже. А у вас это, права чьи, германские, что ли? Это паспорт. А, это прям такой паспорт, да? Ага. Немецкий. У вас это брат родной здесь? Да. Вот это брату. Визитка. Все наши ресурсы. А это вам. А как вас по-немецки звать получается? Геннадий. По-русски. А, нету, да? По-ихнему. Не меняется, как? Не меняется, да? Не переводится. Не переводится. Ну, они выговаривают это слово-то? Да. Гена. Гена, а. Ну, понятно. Гена, как ганс. Вы по-немецки разговариваете? Да. 17 лет там уже. 17 лет. Ясно. И еще разрешение прошу вас. Можно будет проехать туда-сюда просто посмотреть? Ну, а еще не проехать-то. Можно будет, да? Ну, да. А что вас более всего заинтересовало? Да. Я даже не знаю. Просто интерес взял. Интерес. Любопытство. Ну, любопытство-то на что-то определенное. Вы, допустим, что-то хотели узнать. Вот мне говорят, мы в интернете все искали, решили больше не заходить. И вдруг на нас натолкнулись. Сейчас, говорят, мы день и ночь сидим, говорят, у вас на ресурсах. На ютубе. Так там есть что взять? 7100 роликов наших. О, много действительно, да. Я именно не считал. И мы с тебя увидите, мы вас снимаем. Да? Да, конечно. Я, как я это назову, так Германия. Вы тогда найдете. Это будет через неделю стоять уже. Да, тут ютуб все указано у вас на визитке теперь. Да? Все абсолютно должно быть. Ага. Вот что. Вы курите, нет? Курящий. Смотрите, не курите. Не, а я прочитал там. Прочитали. У нас это не... На территории деревни не курить. А вы не встретили роликов, где говорится, не только курить. Поселяются те, кто не курит, не пьет, не матерится, не ворует, не курует. И еще что-то забыл. Не лжет. А, не лжет. 5 качес, когда мы разрешаем человеку... Это я не зря не забыл. А потом, чтобы свои предства были, построить дом, купить хозяйство, там, что-то скотоводство будет, пиццеводство, пчел или... Людей там много. Первые как-то начали организовываться мы тут. Еще статус не получили. А уже люди стали писать. И 1500 заявок. 1500. Мы разрешили только троим. Остался один. Один приехал мужик. У меня все есть. Все. Я не пью, не курю, но ругаюсь. Он не стал... И средства есть у него все. Нет, у нас это нельзя никак. Зачем же мы тут тогда? Это наша родина. Здесь мы родились. Это не просто село. А в Алтае больше 4 сел только разрушено. В России больше 21 тысячи. Погибшая, совершенно стертая. Да, да. Я вот у себя в деревне был в гостях. Николаевка, может, слышали? Сгорело в 10-м году. Ну, ну, конечно. Вот. И там деревня вообще разваливается. Все капут. Альц капут. Да. Ну разваливается даже еще не развалилось. Если она развалится. Есть чего разваливать? Есть. А тут еще не было. 20 лет пустырь был. И мы взяли вот это все это. Стали ходатайствовать. И власти сильно мешали. А потом Бог так смирил. И проголосовали об организации. Потом Краевой Совет утвердил. Восстановление на православных, старинных, благочестивых обычаях. Евангельских. Вот так поэтому. Тут и народ такой-то всеверующий. Вот сегодня на богослужение. Вся деревня тут. Ну, кто-то не ходит. Это его. Приезжают сюда люди. Вот вы показывали ролик какой-то. Дом ремонтировали. Да. Участок. Вот он стоит. Чистоту. Да? Участок. Да. А теперь приглашаем в дома купили. В домах приезжают. Они туда еще не вхожи пока. А тут они полиция дежурила день и ночь. Им адреса нужны были. Теперь пошли по этим людям щадить. И здесь Краевая прокуратура начала их подбивать на лжесвидетельство. Что-то мы там сделали с детьми. И ни один родитель не пошел на это. То есть у них не получилось. Они штрафами душат. По полтора миллиона. Вот такие вот. Это ужас один. Но здесь они не могли ни рубля взять. Во-первых, все молились. Это Бог защитил. Благодать Божия. У меня же нет ни национальности каких-то отделений. Тут и цыгане, и евреи, и немцы. И кого только не было. И бывают баптисты, адвентисты, православные. А уезжают все православные. Они видят, как мы живем. Дети-то и крестятся, в храм ходят. Это надо любить. А если человек не любит, ну как его заставишь? Никак. Интересные ролики. Я очень с удовольствием просматривал. Так там же, вы видите, форум там огромный. 1600 тем. Тема. Сайт. На сайте. Трудно найти даже вообще, если такие сайты. И мне кажется, их и нет. 50 книг только мной насчитано аудио. Это Библия, Златоуст. 50 томов в аудио насчитано. Фильмы у нас государственные. Государственные фильмы снимали. Не просто фильм, на видео снимают. А именно с такими бобинами приезжали. И фильм занял первое место на международном киноконкурсе. Второй занял первое место в России. Но это не на дороге валяется. Но это сильно людей трогает. А что? А у нас ничего и нет. Мы просто живем. Начинаем молитвы, заканчиваем молитвы. А что завтра? Завтра, если бы вы были здесь ночевали, то завтра к нам приезжает митрополит. А, Володя рассказывал. Говорил? Да, говорил я. Митрополит. Алтайский. Патриархийный. Но мы-то принадлежим к зарубежной церкви. Православной, зарубежной. Вот у вас там Марк есть такой. Арднет фамилия его. Германия? Да. Вы тоже найдете? Ну окажется. Ничего себе. У нас была миссия, мы проехали возле Востока, порт Находка. И здесь проехали мы до Португалии, Турции, Скандинавию и Прибалтику. У меня 38 книг вышло, я везде библиотеке дарил. А в Германии у нас свои. У меня племянница вышла замуж за немца. Я не знаю, как его звать было. Сейчас он Рихард или кто он был. Роман его. Крестили. Крестили Романом. В троекратное погружение, да? Он говорит, крестили Романом его. В троекратное погружение его крестили. Ну она племянница, она по-немецки уже все снимает. Его присылали, он тут работал во Фрунзе, кажется, что-то там работал. И она там работала, и познакомились, и понравились друг другу. И она туда выехала. Я не знаю, сейчас второй или третий ребенок родился. Мы заезжали, у них были. Германия, как я понял, одна из самых атеистических стран. Это Меркель ваша. Что она там делает-то? С этим напустила, сколько мигрантов-то. Очень много, да. Но еще вам не сделать с ними. Они вас будут и насилуют, и что угодно. Это же люди другой веры совсем. В конечном итоге приберут и мусульман, а не к рукам. Деваться некуда будет. Имя-то и дано, как ангел. Ну, точно. Ну уж дальше Бог усмотрит, как это будет. Мы были в Германии, порядок, все там, это так есть. Мне не нравится, все здесь загорожено. Не в лес не сходить. Едешь, все это, никуда. А у нас нет там. Батюшка. Ты в любом месте в лес заходи, и там как помойка. Но 100 метров помойки прошел, а дальше грибы, ягоды, бери, ходи, купайся. А там не искупайся, все загорожено. И повернуться где хочешь, не повернешься. Мы проскочили в одном месте, 20 метров назад. И мы туда ехали, 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 там развернуться, чтобы теперь вернуть, где мы надо по дороге. Мы привыкли к нашим беспорядкам, как оно есть. Нам это как раз то, что надо. Ну, видите, как вот про Германию сказать. Заметьте, как они сейчас немцев поставили, в какое униженное положение. Они боятся уже о Гитлере слова сказать. Не вижу тут его. А это было самых умных людей за всю историю мировую, я считаю Христа. Я сильно этим интересуюсь и очень сильно. Это мой брат-батюшка. Здравствуйте. В Германию. Приехал специально познакомиться. А как вы проехали, как нашли? На трассе, на дороге увидел шильд. Табличку, знак, потеряющий. А он ролики смотрел, ролики. Ролики смотрел и вот заинтересовало меня посмотреть. А где вы вообще-то здесь-то, где остановились? В России-то? В России у брата, в Барнауле. А, в Барнауле. Как интересно. Ну, так вы домой хотите ехать больше? Или останетесь митрополитом встречать? Нет, я поеду, я просто посмотрю, пока я сейчас светло и назад поеду. А то, ну да. Интерес свой. Вот Новосел приехал, видите, с каким грузом. Новосел, вот здесь, думаю, строится. Тополя убирают. Вот такой признал. Так, а что, остались бы? Ну, есть. А что? Ночевая, завтра служба будет. А там встреча, обед будет, концерт. Вы увидите, а там все, приехали, проехать можно. А что ты увидишь? Это настоятель нашей общины, двух общин. Он вас приглашает, получается. Это уж батюшка, хозяин. Да, хозяин здешних и других мест. А что тут сказать? Как остаться? Это где-то надо. Ну, я и Виктора буду, возьмите к себе. Все, пожалуйста. Внизу как раз. Так вас надо покормить сначала? Ну, конечно. Да у меня все есть с собой. Есть, а то вот он дом стоит. Вот, видите, вот, красненький. В нем иначе уйти все. Там Виктор Андреевич приедет. Ну, так приедет, там места хватает. Вы не знали, что приехали, да? Четыре. Четыре, а, ну все, да? Тем более, Виктор Андреевич. Мы ночью привезем Виктора Андреевича с поезда. Здесь поезд остановлен. Я Андрею позвонил, Андрей тоже должен его встретить. Андрей? А я вдруг хотел встретить с Виктором. Мы уж как думали. Да? Ну, а что я встретил? Ну, пускай Андрея, ладно. Мы тут рядышком. Тогда Андрею дайте отбой. Отбой, это, позвони Андрею тогда, дай отбой. Или, нет, одну нить давайте. Нет, нет, мы других встречаем. На поезде приезжают. Братья приезжают. Нет, нет, нет. Нет, нет, ничего, все, у вас там машина. Они в пол первого ночи приезжают с города на поезде. А у нас там можно машину загнать и ночуйте спокойно, и все, завтра с утра, и долго не задержат. А потом праздник будет, вы увидите многое. Концерт детский. Детский, да, или вообще? Вот один раз в году, вы подправите. Там у вас сколько? Четыре, четыре. Четыре кровати. А кто там? С ним еще кто-то. Виктор Андреевич? Ну, с ним, да. И ты там? Нет, я у Виктора Савченко. А здесь кто, никто и Ваня? Пока никого. Пока никого нет. Праве будешь. Ну, еще договорились? Ну, Володю побудешь с ним, да и все. Вам надо своим позвонить, да и все. Ну, вы представьте только, метрополит приезжает. Это звали генерал-полковник. Ага. А какие концерты здесь? Дети поют, стихи рассказывают. Обои ведущие, нет? Нет. Нет? Нет. И вы спокойно проехали по дороге? Да, уже подсохла немножко, охрана дорога, ничего нормально. А то мне звонят, а как у вас дорога? Я говорю, у нас русская дорога. Настоящая. Ага. А как там проехать можно? Ну, а кто ее обслуживает, говорит? А Растеряев-то поет или как он? Растеряев. Да кто ее обслуживает? Дорога, мы едем, но я ее обслуживаю. Она сама обслуживается. Наша дорога такая, что ни Наполеон, ни деть, а перейти ее не могут. Застыли. Ну, ладно, тогда не задержаться. А что, может быть, хоть в фрам зайдете и посмотрите? Не-не-не, я еще не знаю, останусь или нет. Какую даль ехать? Не-не, но если назад ехать, то надо, чтобы вам засветло выехать, а то, чтобы по Тимуту... Вы тут заблуждаете, тут много ответителей разных. Оставайте, оставайтесь, днем поедете. Здесь в России, когда жил, я работал дальнебойщиком. Понятно. У вас нарезатор есть? Нет, нет, у меня все... В голове. В голове. Как у Николая нашего. Как Николая. Тоже дальнебойщик у нас есть, брат. Да, дальнебойщик. Да вы не стесняйтесь. Батюшка Ильна Тихоныч вас приглашает. Раз вы из таких дальних мест, да еще смотрите канал, что тут говорить? Ну, ну что, решайте пока, батюшка. Если батюшка приглашает, то тоже отказаться не так. Нет, батюшка, я не останусь. Не останусь. Не надо, селом не надо. Да, селом не будем. Посмотрю и свое любопытство удовлетворю. Так что ты видел-то тут? Или какой-то столбы телеграфные? Вот я был в Америке, где приглашают, я сразу остаюсь. Так я тогда езжу с ними по всей, там, Сан-Франциско, Сакраменто, там, везде выступать приходится. А так я пришел, когда люди уже спать ложатся, уже коробка дали. Смотрю, машина-то прошла, а я думал, Виктор Андреевич приехал на машину. Не наша машина, думаю, поеду посмотрю, кто же на машине-то проехал. Ну, и с какой-то посторонний сразу определить, поговорить. Может помочь надо, может вовремя выпроводить его, пока он не натворил чего-то. Да. Тут приезжают тоже, воруют подряд все. А я видел один ролик, мы вора поймали. Поймали. Солярку сливал, солярку сливает. Трактора же не будет, он трактор поставил, он ночью первый. Ну, его захватили, сломали. Ну, их не сажают. Сейчас думал, проголосовал, а если меньше 10 тысяч, то их не сажают. А он своровал на 900, 9999 только, уже отпускают. Ну, а что там, другую цену сделали. Да, это можно, но отправить-то. Ну, вот, смотрите. Проехать охота. Поезжайте, а то поздно будет. Да, и стемнеет, потом... Ну, вот, я вам дал эту визитку, там все. Машка, ну вы что, сами Андрея позвоните? Тихонович, ага. Спасибо большое, что разрешили проходить. Давай, посмотрю, я... А, давайте я, Виктор Андреевичу, позвоню. Мы не успели, в прошлом году. Ну, он мне недавно звонил. Звонил и что сказал? Ну, сказал, что это... Едет. Ну, это что, едет, и, говорит, мы сами дойдем. Сами дойдем? Ну. Но не хочется подременять пилот. Да ладно, это на все. Это вложили во все больше полмиллиона. Они вот сколько, полкирова приедет? Пять кнутов постановили. Пять кнутов постановили. На пруду работали. Бобры появились, а прогрызает слотяну вода. Ага. Ага. Ну, ничего. Ага. Вы не охотник? Нет. Нет. А то бобры берите. И шкуры, и еда. Ага. Ну, что, садитесь. Ой, ладно. Спасибо большое вам. Попросов нет больше. Спасибо, Христос. Поеду я. Давайте. Ага. Все. Бог помощи вам. Спасибо. Слава Иисусу. Ангелы-хранители в дорогу. Спасибо. Ну, что вы. Проверяйте. Па! Тогда вас, этот, Игорь Дебунов встретит. Все. Полкера. Вы ему позвонили тогда. Ты мне не звонил же, Игорь вот прям позвонил. Да. Мы едем. Я буду ждать. Он будет ждать. Все. А это еще ведро-то? Это мое, мое. 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 Да. А он хочет проехать по улице, посмотреть, как. Говорит, неужели такая деревня, говорит, есть? Не верю в что-то. Ну, еще, может быть, и боится. Скажет, а кто, я знаю, города-то-то. Напишет. А Николаевка, это где тут? Он говорит, сгорела Николаевка. Он говорит, я с нее еду и увидал знак Потеряевка. В Николаевке, это Николаевка. Нет, он там жил раньше. Он жил там раньше. Это под Казахстаном, граница Казахстана. А, ну, то есть, это по этой дороге как раз, да? Да, да, да. Он сказал, я с Николаевки еду. Он сейчас сказал. Ну, он туда заезжал, значит. Ну, да. Знаки переставили. Он сказал, говорит, это, говорит, на этой неделе не поставим. Некогда, у меня рабочих нет. А в этот же день поставил. Кто? Знаки. Ну, кто там? Настоящий знак Потеряевка стоит. Ух ты. Я звонил в ГАИ, в это, он говорит, я не знаю, начальник ГАИ пришел. Так это, а какая-то, сейчас мы, говорит, разберемся, кто сейчас территория. Так вы, говорит, на Ребрихинской, а это, говорит, Ребрихинская территория. Не наша. Да вы что? Знак, они же регистрируются, знаки. Как Ребрихинская. Не мамы-то уж. Сейчас, говорит, я перезвоню вам, вы подождите, я, говорит, сейчас... Да, подсёпнута, как-то, Ребрихинская территория. Ну, да. Маленько, погодя, он перезванивает. Вот, говорит, я, смс-ка, номер телефона, куда ему, звоните этому. Я ему звоню, Василий, так и так. А что же вы раньше, я говорю, у нас гости приезжают. А раньше что думали, я говорю, да не думали, я говорю, стоит и стоит, мы ездим, да ездим. А сейчас было, люди заблудились, едут, не знаете, свернули там. Сказал митрополит, я не сказал. Ну, я митрополит, я не сказал. Надо было, гость, щегольнуть. Они, может, не понимают. Я говорю, мы сами переставли, ни в коем случае самим нельзя. Ох ты. Это деньги-то, они меня начисляют за это? Ну, да, да, да. Нет, ну там, а ты им дорогу переехал. И так поставим или так. Ну, да, да, это правда. А вы-то поставили там свой? Да, мы поставили. Мы-то поставили не пониже здесь трасса-то, не на самой трассе. Когда съедет уже. Ну, да, чтобы... Уберет, убрать, но поставить на этой неделе не поставим. А у меня нет рабочих. А к вечеру уже стояли поставили. Топор-то торчит. Все торчит, дядя на ночь. Где? Роман. Это провоцирующий предмет. Где-то топору не будет. Да вон, в пеньке. Роман, ты дома? Роман. Он что, здесь ночует уже, сказать? Да. Он в кабине ночует. А что ты топор-то воткнул-то? Провоцирующий предмет. Убери его, топор. А ты что, здесь живешь уже, что ли? Да. Да как что, двери не закрываешь, тебе хоморы заедят? Или у тебя там отдельно? Да я куплю в этом... В кабине. Да он все стоит, ночью приедут эти ларень. Где я здесь на ней закрываю, что-то накалит. А-а-а. Ты как этот, пробензон-круза, лестница с собой. Да нет, топор, никогда не оставляй. Пока череп целый. Влазина ты что, никогда будешь делать влазина? Он смотрит. Влазина. Ну как там? Он не знает, что такое влазина. Я говорю, когда будешь делать влазина-то? Это специальное освещение, что ты вошел. Освещение дома. Пучка резать, всех приглашать. А кто там приехал? Знакомый по интернету какой-то, с Германией. В Германии заехал. По-нарегатурам? Поглядай, по-нарегатурам. Да нет, он в Барнаулике там, брату или кому приезжает. Он здесь жил, когда-то в России, раньше. В Николаевке он жил. Его звать Геннадия, вон он едет. Ну и решил узнать, есть ли такая вообще потеряевка. По роликам-то он видел. Тогда я тебе ему пускай переночу. Да ты на то же познакомься. Да они его уговаривали, но он не согласился. Нет, мы его приглашали, нет, он поедет. Роман, ты тоже по интернету с нами познакомился-то? Ну да, конечно. Да? Ну вот. А батюшка интернет не любит. Батюшка говорит, что больше интернет забрал с общиной, чем добавил. Лично для нашей общины он пользы-то немного принес. А сколько потерь ушло из интернет, по интернету, из общины это? У тебя колес-то навзевал сколько ты? Колеса продать на легковую машину хватит. Колеса и так, и прямо, и боком. Сколько их навзевал колес-то у тебя? Много тут? Да, есть много. Всего я сейчас скажу вам сколько. Вот это приехал сейчас в Германию. Арендовал машину и поехал. Да идиай до храма, хоть в храм зайдешь, минутку глянешь и все, и поедешь. Да, батюшка вам покажет. Давай, с Богом. Спасибо большое вам. Ну вы под роликом, под своим, напишитесь, как вас это. Хорошо. Вот еще нету, все нормально. Вы можете, посадитесь, остаться? Не-не-не, остаться нет. Ну смотрите. Завтра день деревни, праздник-то? Не-не. Спасибо большое. Пока. Все, с Богом. Ну да, машина.